Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и это наверное единственный канал на просторах ютуба, где вы сможете найти обзоры не только на модные и популярные танки, а еще и на те танки, про которые все забыли, просто потому что они не фармят, потому что на них сложно держать стату, ну короче говоря, заниматься не только получением удовлетворения от игры, но еще и гоняться за какими-то цифрами. И сегодня очередное видео из серии SP, почему я так называю, потому что в нашей игре есть 5 вот таких вот танчиков, которые имеют непосредственно отношение к мультсериалам из серии Girls and Panzers и в нашей игре они отразились вот в этом вот квинтете. Все они имеют обозначение SP и среди них Хедзер Кейм на 4 уровне, ПЗ-4 Анкнау, Тигр Куроморамины и здесь у нас есть еще Файерфлай Саундерс. Ну и соответственно венец этого всего, как я уже сказал, из 2 правда, который расположился на 7 уровне. Все эти машины являются коллекционными и самыми распространенными являются вот этот вот Тигрик, ПЗ-4 Анкнау и Хедзер. Почему именно так? Потому что вот эти 3 тачки можно было в свое время получить, пройдя определенный ивентик. А вот что касается Файерфлая и ИСа 2, то их можно было взять исключительно за деньги. Но вот этот квинтет, он только в нашей игре квинтет. А вообще танков было гораздо больше и в целом из них можно было создать в игре целую вселенную. И наверное, слава богу, что разработчики этого не сделали, потому что по игре каталось бы огромное количество всякого рода аниме танчиков рядом с плюс-минус реалистичными машинами. Ну да, если не считать динозавров. Так вот, ребят, помимо всего, что я только что перечислил, были еще такие машины, как допустим КВ-2 из той же серии, как и ИС. А именно из той же самой школы танков, как это было представлено в мультсериаре. Был вот такой вот монстр, правда он был артой, но почему бы и нет, он довольно прикольно таки смотрится. Были еще, как оказалось, Матильда, был еще Черчилль. Помимо всего этого, был еще вот такой вот ПТшник, который у нас в игре тоже есть, но он был мультилизирован, если можно так сказать. Был еще танчик песочного уровня в районе где-то 2 или 3. Плюс к тому, если посмотреть на вот эту, допустим, фотографию, то вы увидите здесь Тигра 2, стоящего бочиной. Короче говоря, из вот этого вот всего реально можно было создать целую историю танков в нашей игре, но разработчики остановились на вот этих 5 машинах. Что собой представляет из 2, правда, в отношении бронирования. Но если сравнивать его, допустим, с ИСом 2 1945 года, который является премиумной машиной в нашей игре, то мы можем с вами сыграть в такую себе игру «Найди 10 различий». Увидели разницу? И я не увидел. Ну, может быть, где-то что-то, как-то, здесь зелененькое что-то появляется. Но в целом, если вот так вот прощелкивать, то вы видите, что ничего не меняется. По сути, это тот же самый ИС-2 1945 года. То же самое вы увидите, если посмотрите на сравнительную таблицу. Сравнительной таблицей, как вы видите, полностью все дублируется. Единственное, что у ИСа 2 китайского лучшая скорость полета снаряда. Ну, а что касается ИСа проходного советского, то здесь выше ДПМ на 65 единиц. Ну, и, соответственно, все это связано с тем, что у него время перезарядки немножечко лучше. 12.21 против 12.63. Короче говоря, если говорить откровенно, то правда есть правда. Да и правды не скроешь, и правда про ИСа 2 правду заключается в том, что это, по сути, тот же самый ИС-2 1945 года. За исключением некоторых-то маленьких нюансов, которые вы не прочувствуете, не увидите. Ну, и, соответственно, разница между ними заключается исключительно в их внешнем виде. Не более того. Да и в целом, весь этот квинтет, я бы сказал, довольно-таки существенное подобие многих машин в нашей игре. Так или иначе, ИС съесть, а значит, можем делать на него абсолютно честный обзор. Если мы посмотрим на орудие, то ничего особенного не увидим. Я только что показывал вам технические характеристики. И даже с учетом дважды установленного оборудования на улучшение времени сведения, мы имеем на своем седьмом уровне целых 5,7 секунды. Это просто, я не знаю, жестокая жесть, это адский ад. Не знаю, с чем это можно сравнить, но играть с этой цифрой просто невозможно. Время перезарядки составляет 12,8 секунды. Да, бодрая альфа в 400 единиц, но одной альфой сыт не будешь. Угол склонения орудия вниз в минус 6 вообще никак не удивляет. Ну и, соответственно, бронепробитие стандартное для своего седьмого уровня, но против восьмерок играть практически нереально. Благо, хотя бы на восьмой уровень не так уже часто забрасывает. В основном, когда играешь с кем-то во взводе. Ну что, берем ИСа и попытаемся его реализовать. Ну что, поехали. Друзья, я готов спорить, что за последние как минимум полгода вы не встречали ни одного ИСа-2 правды в рандомных боях. И я этому не удивлен, потому что получить данную машину могли, ну, считанные игроки, у которых действительно есть деньги, и они только за реальные мани могли себе приобрести данную тачку. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы пройти ивентик на получение этой машины, либо всех этих машин, ну, либо какой-то другой машины из серии СП. Мне, честно говоря, машины чем-то нравятся. Стоит отметить, что у них есть своя фишка. У них исключительно родной голос экипажа по стране, то есть японский. Переключить вы его не можете, и вся озвучка, которую вы будете слышать в бою, она будет только на родном для этих машин языке. Я бы сказал, что эта фишка довольно-таки неплохо добавляет, не знаю, какого-то приятного ощущения в бою. Ну, это действительно интересно, это действительно прикольно. Сначала ты ничего не понимаешь, потом ты начинаешь вспоминать, что приблизительно говорят тебе... что приблизительно говорят тебе... голоса твоего экипажа, когда что-то в бою происходит. Ну и, короче говоря, плюс-минус ориентируешься. Да, наконец-то я смог пересилить себя и помолчать, пока все-таки эта девочка что-то там проговорит. Время перезарядки просто божественно ужасное. Ну, только бог мог так поиздеваться и дать такое время перезарядки с таким временем сведения, да и все это всунуть еще и в один танк в этой игре. Такс. Ну, этого товарища точно доберем. Да, прикольно. Особенно, знаете, что мне нравится? Что когда ты играешь со включенным прицелом, да, вот этим снайперским режимом, то звук озвучки, он получается какой-то такой, как в банку говорят. Это действительно добавляет реалистичности на удивление. И, играя с обычной озвучкой экипажа, ты этого как-то не слышишь. Ну, есть такое вот легкое эхо. Возможно, оно не сильно передается сейчас на видео, но шарм определенный в этом есть однозначно. Итак, ребят, вот такой вот бой. Я умудрился выжать, сделать два фрага, послушать абсолютно незнакомый мне язык. И только на этих машинах вы можете ощутить это, даже не переключая язык озвучки в игре. Это действительно прикольная фишка у этого, я бы сказал, странного, но в то же время интересного квинтета. Итак, 1268 единиц нанесенного урона, знак классности третьей степени, два уничтоженных соперника. Что касается фарма, не обращаем внимания, потому что эта машина исключительно для фана. Ну и что касается нашей результативности, в пределах нашей команды в отношении нанесенного урона, то я не могу сказать, что есть чем похвастаться, но свой вклад в победу в данном бою мы сделали однозначно. Это видео предпоследнее из серии СП у меня на канале, потому что на очереди еще Firefly. Почему так получилось? Да, просто потому что я являюсь счастливым обладателем первых трех самых популярных машин, а именно Анки, Хедзера и Кигра. А что касается Firefly и ИСа, то я получил возможность снять на них обзоры, только получив пресс-аккаунт. На моем родном аккаунте этих танков нет, к моему большому сожалению. Розыгрыш ресурсов нас сейчас не интересует, а вот что касается вот этих пяти машин, то если вам интересно, следующее видео обязательно пишите об этом в комментариях, потому что я планирую в следующем видео закрыть историю вот этих танков и снять обзор на Firefly. Как обычно, абсолютно честный, пускай даже, возможно, мало кому необходимый и нужный, но почему бы ему не существовать на YouTube, если эта машина есть в нашей великолепной игре. На Хедзера, на Аньку и на Тигра, Куроморореймины, господи, еле выговоришь, есть уже абсолютно честные обзоры на канале и ссылки обязательно добавлю специально для вас в описании. Побежал снимать дальше, а вам, друзья мои, им мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!